Слава солнцу, слава миру! Славим песни, радость милы! Нам прославить радость милы! Молодь себе! Молодь себе! Прославим радость на земле! Эта песня парализовала движение по одной из улиц Зальзбурга. Самарский хор исполнял ее прямо перед домом Моцарта и собрал вокруг себя австрийцев, очарованных голосами поволжских исполнителей. Хору рукоплескали также в Ватикане, Греции, Германии и Австрии. Наш хор «Золотая лера» медицинского, аэрокосмического. Были в Вене на конкурсе «Орфей». Аэрокосмический занял первое место, медицинский – второе место. Хор «Золотая лера» первое место и сводный хор, где мальчики и девочки гран-при заняли. Тогда четыре коллектива приезжали, это была вообще сенсация в Вене. Газеты все писались, из Самары хор приехал, заняли все призовые места. В Волгограде концерты проходили под открытым небом в местах боевой славы. Выступление на Мамаевом кургане запомнилось больше всего. В первых рядах среди зрителей – ветераны Великой Отечественной. Это очень было волнительно, но когда вот приехали и спели, то есть это ощущения непередаваемые. Нам очень понравилось. Да, вот когда пели действительно на Мамаевом кургане, когда видишь вот эту всю обстановку и сразу наворачиваются слезы на глазах. Ну, спели и все аплодировали, были тоже тронуты нашими произведениями. Майский вальс, поклонимся великим тем годам. Песни военных и послевоенных лет, грустные и веселые, торжественные и повседневные, услышали волгоградцы в исполнении Самарского хора. Песни не смолкали и на теплоходе по пути домой. В окружении таких творческих людей легко рождаются новые идеи. Мы сейчас на теплоходе говорили, а там уже были и другие представители, вдруг к нам пришли и говорят предложение. Владимир Михайлович, а у нас есть предложение. Давайте мы сделаем объединенный хор городов по Волге. Вот понесем эту идею и дальше. Может быть и такое сделаем. А запоет Самара, запоет вся страна. Владимир Ощепков только рад поддержать интересную идею. И возможно скоро мы действительно услышим многоголосье всего по Волжью. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.